Продолжение следует... Я на минуту. Я по этим сказать, потому что писать тяжело, я лучше скажу. Ну, понятно. Ролики, которые со мной, я буду делать сам. Хорошо. Вот. А те пускай Михаил делает. Про Андрусенко. Про Андрусенко пускай Михаил делает. Хорошо, я скажу ему. Ну, что там где-то не расслышать, но там очень-очень полезные разговоры были. Вот мы даже с вами вчера о чем говорили. Ну, вот это там, нападки там, другую интонацию там заменить, чтобы я не так-так и говорил, и более ласково там, и было бы по-другому. Ну, они учат, а это пилософствование. У нас в деревне один живет, этот, старобрядец, он, моя сестря. Он бухтит непрерывно. Да по-другому, да вот было бы тысячи. Я говорю, ну ты выйди, ни на благовестия нигде нету. Нигде. Ни одного человека. Всю жизнь проработал на строе, на поезде, приехал уже больше десяти лет, и ни один друг не приехал, ни один никого нету. А у меня отказываю, каждому раз по десять, на одиннадцать раз разрешаю приехать. Ты конкретно покажи, и что повлияй на него. Игнатий Тихонович, мне, понимаете, мне пишут десятки, может быть, сотни людей, вот с этими, понимаешь, в основном женщины пишут. И говорят, эх, если бы вот Игнатий Тихонович, вот как бы было слушать, понимаете, это уху слушать, приятнее уху слушать, когда на мерных тонах все это производится. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. То есть ласкал бы слуху, написано по-славянски, чешем ее слухом. Да не слух, не слух ласкал, это тоже, опять же, нужно понять. Мы все люди, мы, у нас, понимаете, у нас склад ума музыкальный, у нас божественные струны. Божественные струны не звучат, они вот с таким тембром. Мы воспринимаем звуки любви, вот, поэтому вы понимаете, о чем я говорю. Я понимаю, понимаю. Чешем ее слухом написано. Павел говорит, у нас не перед кем я был ласкательство. Они к этому привыкли, батюшки-любвисты засыловали их. А куда идут и заканчивают чем, ну все. Я вас учить ничему не собираюсь, я просто говорю, а сет у них людей, которые мне жалуются. Я знаю, знаю, я очень... Мне ваши, вот эти вот, как говорится, вот этот тембр, он мне, понимаете, он мне ложится на сердце. Я его люблю. Для меня это как масло на этот, на моторброд. Да. Языки Ира, 33 глава, 32 стих. Это я говорю. А о тебе, сын человеческий, сыны народа твоего разговаривают у стен и в дверях домов сотни женщин. И говорят один другому, брат, брату, пойдите и послушайте, какое слово вышло от Господа. И они приходят к тебе, как на народное сходбище, не собрание, а сходбище, и садится перед лицом твоим народ мой, и слушают слова твои в интернете везде, но не исполняют их. Ибо они в устах своих делают из этого забаву, сердце их увлекается за корыстью их. И вот ты для них, как забавный певец с приятным голосом и хорошо играющий, они слушают слова твои, но не исполняют их. Но когда сбудется, вот уже и сбывается, тогда узнают, что среди них был пророк. Так, пусть кто-нибудь из священников скажет эти слова, я их смело произношу. Я говорил Сергея, этот, Строгородский, когда об этом говорит, ну, я уже не один раз об этом говорил. И обращаюсь, когда, вы можете сделать живое слово из этих слов, Сергея-то, Строгородского-то. Ну, а как? Ну, очень просто. Вот сейчас я открываю, маленько только, чуть-чуть. Вот. А, Б, В, где? Вот. И вот он как говорит. Сейчас, минутку. Подобно тому, как древнему Израилю, смотри, какое знание, посылает Господь судьи и пророков, посылает Господь, не сами они выходят, так и в церкви своей, в моменты чрезвычайные, Он обычно, Бог, посылает людей исключительной благодатной одаренности, как бы пророков, сильных духом и верою из большой буквы, не имея официального назначения, то есть ни священник, ни кто, эти люди самим делом выдвигаются из общей массы и становятся предводителями других. Но это предводительство не имеет официального характера, не является установленной в церкви должностью и не всегда держится служебных рамок. Как и всякое пророчество, оно есть личный подвиг таких людей, делая их личной, внутренней, духовной предприимчивости и ревности о Боге и церкви Божией. Митрополит Сергий Строгородский. Вот я говорю, вы эти слова принимаете, да так, найдите мне не два, три, одного человека, одного, вы священники знаете, которым, которым вы слова эти полностью отходились. Особой предприимчивости, выходит за рамки, он ни диакон, ни профессор, никто. И при том, никто на это не выдвигает, выдвигается сами личной деятельностью. Нету, я прочитал много лет назад, и мне не надо было надуваться, я хочу быть таким. Оно во мне есть, заложено с детства было. Я нашел это. В чрезвычайные моменты докажу, все отступнейшее везде. А по-другому говорить нельзя. Слово пророка говорит, и жги глаголом сердца людей. Геннадий Ильич, вопрос, вопрос немного не в этом. Это все понятно, это дух пророческий, дух глаголит. Вот мы, я поднимаю вопрос других. Вот я сейчас работаю над видео с Михалевым, со священником. Вот я вырезаю там некоторые места. Вот я вырезаю. Вот зачем вы трогаете жену его? Вот ваша жена там, она там это... Зачем вы ее вообще трогаете? Я не понимаю. Потому что он на фотографии стоит с нею. Я про это и говорю. А на рейтинге надо. Где он стоит с нею? Зачем ее трогать? Я сказал. Я сказал, потому что я чувствую, где у нее главное. Он впереди подсказочный. Мы делаем, понимаете? Мы делаем на весь мир, выставляем эти... Людям это не нужно абсолютно. Жена его там, дети какие. Пусть они там и гадят под себя, и там и норезы у них, и все подряд там у них. Пускай это личное... Я его не обидеваю. Людям это не нужно, понимаете? Сергей, послушай, это как раз и нужно. Вырезать не надо этого. Я там половину вырезал. Ну, это не мои слова уже будут. Это уже не я там говорю. Это Сергей Конфор говорит. Я сделаю пользу для людей. Я сделаю то, что надо. Сергей, пользу мы не должны искать сами. Надо довериться Богу. Я доверил тебе Богу, я помолился, и Дух Божий руководит. Я 10 часов уже работаю над этим роликом, понимаете? Ну, пожалуйста, пожалуйста. Но это уже не я. Люди, которые там увидят, скажут, это стилизованный. А вы еще не видели, а уже выносите результат, гердикт какой-то. Вот они чешем я слухом, в стиле слуха. Они будут слушать теперь, и ты меня пригладил, прицеловал. Но это не я. Уже той силы, которая была в словах заложена, уже нет. Вы еще не видели, вы уже вердикт выносите. Ну, ладно, я тебе сказал. Мне еще с тобой спорить-то. Я тебе говорю. Эти слова неприкасаемые. То, что сегодня там он женой где-то, я чувствую, это ему нужно. Проходит время, и говорит, хорошо, что вот вы тогда-то, пять лет назад затронули тему. Я обиделся, да потом стал размышлять и понял, это единственное мое лекарство. Это меня приглаживать не надо. Я такой, как есть. И меня тоже не надо. Я выступаю тут режиссером, вот, и я, в смысле, этим самым. Я сделаю так. Я устроил этот диспут, вы на него подписались. И дайте мне теперь волю. Я-то, понимаешь, еще не против. Я просто тебе свидетельствую, что силы, заложенные в этих словах, уже не будет. Я понимаю. Я понимаю, прекрасно. Это я понимаю, но я делаю это для людей, понимаете. Я для людей хочу. Я не то, чтобы приукрасить, я хочу открыть. Люди, услышав одно слово, уже отвращаются. Они, даже не раскрыв этого слова, они уже отвращаются. Пускай отпрощаются. Не надо, не надо, пускай. Мы для всех будем сильнее. Мы будем все средства использовать. Вот я остался тот же самый. Ты одну речь там подрихтовал. Пройдет время, ты увидишь, эти люди никуда не двигаются. Они не будут бороться за правду, полагая жизнь свою. И ты скажешь, а почему? Я тебе скажу на этот случай. Ты упустил момент. Ты вторгся в то, что неприкасаемо было. Но я не касаюсь этого. И вот доктор Мартинце написывает. Женщина вышла замуж, долго не было детей, и родила уже ей по 50. Но роды были такие трудные, ребенок поврежденный, и он через час умер. И теперь врачи рассуждают. У ней вся надежда на ребенка. Ее надо поддержать. И вот теперь судят, говорить ей или не говорить. Она спрашивает, как ребенок сказать. А когда она окрепнет, тогда сказать, что заболел. А потом сказать, что умер. Врач другой говорит, нет. Она спрашивает, и нужно сказать. Она умрет. Но мы сказали правду. Если правда может убить человека, пусть он умрет. И теперь это возобладало. Вот в чем дело-то. Я это понял с первого раза. Я не хотел бы это говорить. Не хотел Еремия. Говорит, но внутри меня был как бы разлитый огонь. Он шел и говорил, разбойники, сборище разбойников на дороге в Сихем, это священники. Они обманули народ. Они прокляты все. Почему? Проклят, кто меч Господень удерживает от крови. Это меч Божий на них. Я для них бич Божий являюсь. Он им говорит об этом. Теперь, кто делает дело Господне небрежно. Ну, куда небрежно-то? Кисточкой помахал там или небрежно. Проклят. Они проклятые. Я должен это сказать. А могу не говорить? Могу не говорить, я буду виновен перед Богом. Я поражу тебя, Бог говорит. Я не хочу говорить, но внутри меня Иеремия, говорит, был разлитый как огонь, говорит. Я обязан был сказать. Иеремий Ильич, давайте прежде времени не будем распаляться, а посмотрим, что из этого ролика, куда он выйдется. Вы даже еще не слышали, не видели его. Вы послушайте, посмотрите и потом уже будете говорить. Ну, я ничего не буду говорить больше, потому что, ну, как говоришь, дело покажет. Но я заранее скажу, что это уже неполный я. И Господь говорит, вот смотрите. Очень полный. Неполный вы, когда вы из себя выдавливаете. Так. А вы порой выдавливаете из себя гнев. Вот это вы намного, намного ласки вы и намного добродушнее, а вы из себя порой выдавливаете. У меня ласки хватит на всех, Сергей. Ласки хватит. Другие говорят, что-то вы заласкали нас сегодня. И вот смотрите, Иеремия, 1 глава, 8 стих. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И простер Господь руку свою, и коснулся уст моих, как это пишет Пушкин, Серафим коснулся. И сказал мне Господь, вот я вложил слова мои в уста твои. Редакторов тут не будет никаких. Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять. Губить и разрушать. По порядку. Поставил тебя над землей, но ты можешь другим? Не можешь. Я тебе повелеваю искоренять. А кому понравится? Да никому. Разорять. Как построили? Разоряй. Губить. Да как же так убить? И разрушать. И потом только созидать и насаждать. А как ты будешь высчитывать? Бог, положу, говорит, на сердце тебе, что сказать? Иди и говори. На эту тему сегодня только с Ангусенко мы говорили по поводу того, что надо выгонять всех, закрывать храмы и собирать только верных. И как раз эту тему сегодня и я полностью с вами солидарен. Но видите, как у меня, у меня немного, это, я немного, как бы, ну может быть, грех во мне может быть такой, что я человек угодливый такой, угождать, люблю угодить человеку. Вот. Может быть, это грех. Ну, я думаю, Господь не простит его. Тогда я прочитаю подальше. Одиннадцатый стих, продолжение. «И было слово Господне ко мне». Кто из них может сказать, что было к нему? Да не один. Что видишь ты, Иеремия? Я сказал, вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне, ты верно видишь. Ибо я бодрствую над словом моим. А что означает миндальное дерево? Это знак вечности. В Акклесиасте написано. И дальше. Второй раз. Я говорю, бодрствую над словом моим, никто его не может высказить. Никакие массореты. Чтобы оно скоро исполнилось. Феофан Затворник не знал этого. Он говорит, массореты испортили, поэтому перевод неправильный. И было слово Господне ко мне в другой раз. Что видишь ты? Я сказал, вижу поддуваемый ветром кипящий котел. И лицо его со стороны севера. И сказал мне Господь. От севера откроется бедствие. И на всех обитателей всей земли. Ибо вот я призову все племена царств северных, говорит Господь. И придут они и поставят каждый престол в своей приходе в ворота Иерусалима. И вокруг всех стен его и во всех городах его. И произнесу над ними суды мои за все беззакония их. За то, что они оставили меня. И воскуряли фимям чужеземным богам. И поклонялись делам рук своих. А ты, припаясь шресла твои, и встань и скажи им все, что я повелю тебе немалодушностью перед ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их. Я это просчитал. Я встал на молитву и сказал, слушай, трап твой. И каждый день эти слова повторяю. И, конечно, я согласен со всем, что вы сказали, сделайте. Но к этому добавляю. Что мы можем сильно-сильно ослабить слово. Я там достаточно оставил достаточной силы вашего слова. И там было три раза, трижды повторяли одно и то же. Я это убрал. То, что крестят эти самые баптисты, там крестят троекратно. Я думаю, достаточно одного раза этого. Достаточно. Недостаточно. Господь бы сказал один раз, а он 1900 раз говорит, приди. Недостаточно. Ты напрасно это думаешь так. Я уж не говорю, сделал. Сделал, а то сделал. Раз устроил встречу. А другой раз, значит, ты увидишь результат, когда оно слово ничем не подкрашенное, не подрихтованное. Какое оно имя и дело? Не подрихтованное я каждый день смотрю. Вы мне позвольте участвовать в ваших делах, но я буду немножко под вас подстраиваться. Да, да, да. Я к тому говорю, что когда вы сказали, пускай Михаил делает, где мы отдельно ставим, тут уже без всяких купюр, это вырезок. А это делайте, потому что вы устроили, я не противлюсь этому. Я просто говорю, чтобы на будущее вы знали, результат будет другой, это определенно и точно. Людей будет больше, будут слушать, а результат нулевой может быть. А они такие трухлявые останутся. Их надо выжигать, эту язву. И Златоуст говорит, губкой не надо гной размазывать. Слово Божие, меч обоюдоострый. Они его-то не знают. У Попопа-то монету меч обоюдоострый. Он просчитает, и вот видите, как вот на кладбище надо идти, то другое там. Они устроили кладбище, они косницу устроили из церкви. Они любят мощи, а не людей. Сам разъелся на четверых, а людей мощи-мощи делает. Я их очень хорошо знаю, очень хорошо. Вы знаете, я говорю людям только то, что благословляет, а я знаю, когда они меня бьют и клевещут. Когда они за мной гоняются. Когда лгут. Из характеристики данной мнения ни одного слова истинного нет. А приезжает директор Кэстонского института, пишут люди совершенно нашего круга не касаются-то. Они пишут правильно. Вот Кирилл Серебряницкий слышал, что он написал обо мне. Я его знать не знал, писатель. Я могу это даже, ну, где-то, да под этим просто, под роликом поставлю. Вы прочитаете. Он все взял, как я обратился к Богу. И переключил все на Францию. Жан Габен. Если бы был другой, пожиже, не Жан Габен, говорит, Жан Абальжана играл, то ничего бы, говорит, солдатом не было. И не было бы деревни, не было бы ничего этого. И жил бы, получал пенсию. Он это увидел, увидел. Кирилл Серебряницкий. Мне сейчас только двое написали с разных сторон, писатели. Мы пишем о вас книгу, биографию. Я говорю, зачем это нужно? Это не надо? Нет, надо. Ну, надо. Зачем? Вы пишите свое. А они и пишут, притом, правильно. Пишут по книгам, узнают, спрашивают и прочее. Люди что-то в этом находят. Да, находят, что это настолько необычно сегодня говорить правду, невзирая на лица. Невзирая совершенно. Это не патриарх никто не говорит сегодня. Они не пророки. Они дух пророческий убили. Они не свободные рабы чужого мнения. Где дух Господень, там свобода. Подлинная свобода только во Христе. Он мне сказал, что скажет Бог, то изреку и я. Завученная фраза у Михея. К такому в рот не заползет змея. Не нанесет он в уши ахинею. Я написал, а ведь это поет. Что скажет Бог, то изреку и я. А с ним замучились? А я мог бы сказать по-другому. Ну, конечно. Еще мне неохота жить мирно. Я бы сколько приобрел. Но они не Божьи будут. Они не будут очищены Словом Божьим. Я приношу Слово Божье. В каждой книге три тысячи в среднем выдержек из Библии. Да нет таких книг больше. А книга-то это не религиозная какая-то. Она для мирского человека. Моя задача его приучить слушать голос Божий. Голос Божий. Сама они сидят в камере. Директор и притомбатель космонавтов. Лозин. Они отрицают намертво все. А я снова показываю Слово Божие. Три дня прошло. И они уже спрашивают. А что там в этой вашей книге написано по этой теме? Все. Теперь они идут уже только в фарватере. Где идет главный корабль. А которые были попы, Глеб, Якунин, то другое сидели по семь лет. Ничего этого не было. Нет, они не пророки. Они в шахматы играли там и в шашки. Я не прикасался никогда. Почему? Церковь осудила это. Для меня закон церкви каноны. А они православными называются. Меня называют неправославным. А в них православие-то нет. Они его не нюхали даже. Они его не знают. У меня приезжают архимандриты. И перед нашими уставами на стенке стоят, фотографируют и выписывают. Ой, как здорово. Мы это все у себя сделаем. Кто сделал? Не один. Не один за полвека. Почему? Они рабы. Там свободы нет. А вы могли бы. Да не знаю я. А что баптисты не спасутся? Не знаю. Я знаю только, что они и вне церкви. А вне церкви нет спасения. Ну, получается, они спасутся. Я этого не говорил. Спасает Бог. Я говорю так. Гласно Слово Божие. Говорят они так? Не говорят. Они даже этого сказать не могут. Пусть они введут десятину святую. Уберут торговлю. Уже не могут. А сколько не могут? 99,99. Пусть они перестанут до 30 лет рукополагать. Бракованных делать. Не могут. Патриарх раньше времени рукоположен. И Никон раньше времени. И протопопа вакуум в 21 год. А Стоглавый Собор признают. А в Стоглавом Соборе два правила, которые говорят до 30 лет не рукополагать. Два правила Стоглавого Собора. Эти люди Бога не боятся. Мне Бог дал страх с детства. Какая моя вина в этом? Я чту его ежедневно, благодарю за страх. Страх дал мне веру, ожидание суда Божия. Не зная Евангелия. Я благодарю Бога за встречу с вами. И что вы делаете? И вам много еще Бог будет открывать. Когда вы делаете сравнение, там где я без всяких корректур и здесь. И вы скажете, те люди пришли, они ничего не принимают. Они вас начинают любить. А мне не надо, чтобы меня любили. Принимают тогда эти... Я размазываю себя в глазах людей. Я, понимаете, я уже, я не знаю, но человек пяток, наверное, уже точно я привлек, который смотрит вас ежедневно. Я вас, понимаете, я в их глазах как бы, я их подготовил. Я сказал, что это замечательнейший человек. Его нужно только понять. Вы слушайте, сидите и слушайте. И вы дальше поймете, понимаете. И люди воспринимают через то, что я вас причесал немножко. Ну да, ничего, ничего. Но вот это вот сейчас разговариваем, это мой ролик. Я его выставлю целиком. Пускай они видят, как защищаешь меня. И они, люди тогда решат. Это очень хорошо. Но я никогда, нигде ни одного слова не выпустил за всю жизнь. Вот сейчас поговорили. Ну вы поняли, как? Ничего не понял, я говорю. Сейчас буду молиться. Меня атакуют с утра. Уже только встал уже. И я за всех должен помолиться. Я на бумажку записываю. И теперь семикратно в день буду взывать. Пусть они покажут, кто так делает. Почему? Я имею связь с Богом. Я получаю ответ. Это мой труд перед Богом. Мое поприще. Это вплоть сатана жало впускает. И я благодарю загонителей моих. Иногда взмолюсь и, Господи, можно ослабь маленько. И вот там, который на меня попадал священник, а другой, я говорил, до 30 лет рукоположен. Он от меня отстал. Я сейчас отдыхаю. Они подговаривают других в ВКонтакте. Два-три человека со своим прихожанам. Нажмите, что это спам там, другое. И они блокируют понедельно. Больше тысячи людей сразу выбрасывают у меня. Они звери лютые. Волки. И главное, только пройдет. Три человека. В ВКонтакте теперь работаю не я. Я туда не захожу. Модератор, администратор работают. А они мне перекидывают. Никого я не касаюсь на моем форуме. Они опять попытом говорят, нажмите. Они опять нажимают. А система опять блокирует на неделю. Я еще должен на них думать. Это по сегодняшний день. Люди ждут ответа. Говорят, а что у вас не было? Опять вы на неделю. Там видно, что заблокированы. Попов таких воспитали. Я виновен перед ними? Выскажи. Они лицо не показывают. Но я их уже высчитал. Знаю кто. В прошлый раз, когда говорили, нападали. Я говорю, это семинаристы Кемеровской епархии. У меня документ есть. И они отстали сразу. А они думали, скрытые. Никто не знает. Когда они на меня. Батюшка не в такой одежде. Там это они комментировали. Это опять мимо-то вы сказали-то. И они прячутся. А их Господь обнаруживает. А как вы узнали? А зачем вам это знать? Я знаю, кто это говорил. Каким образом? Понятия не имею. Вот я разговаривал, когда искал щитцов. Слышали это? Щитцов. Начитывать архипеллах, гулаг. Масонство. А там мне необходимы были такие щитцы. С таким голосом, чтобы понимали. И утром встали. Я на железе Васильевна говорю. Сон интересный. Два человека даже сегодня прийти. И один из них стоит под скалой. И скала прям наваливается на него выступом-то. Но один выйдет. Я рассказываю. И в это время в дверь стучатся. В этот момент. И заходят два мужчины. И один из них это будущий яромонах Григорий, которому голову отрежут. С ним его голос на нашем сайте. Послушай его. Архипелаг гулаг насчитывает. Там о солнстве. Там написано где. Я еще сон не рассказал до конца. Они уже в дверях стоят. От Бога ли ты не от Бога? А дальше кто? А дальше двоюродный племянник главного идеолога СССР. Суслова. А дальше будет яромонах. Вот чего думаете? Я уже давно это, ну как бы в себе это утвердил. В общем, я знаю, что когда придут два пророка, Илья и Енок, они будут проповедовать именно вот в таком духе, как у вас. Они будут говорить именно так. За это их и убьют. Мало того, убивать будут. Убивать будут. Да мало, он смертью поражать будут оба пророка. Я ничего этого не делаю. Я просто возвещаю впрямую от Бога. Беру глава стих. У православных не принято. Вот почему Андрей Кураев это увидел. Особый пиетет, говорит, к Слову Божию. Ему, говорит, Игнатию на это плевать, кто там говорил где. Так Бог сказал. Правила, каноны и все на этом. Тем более наши, соборы там от патриарха, он их вообще не видит, говорит. Он это увидел. Он увидел. Он гениальный ум имеет в этом вопросе. И как-то со старообряществом. То есть, Слово Божие люблю, это баптистское. А люблю каноны все, это старообрящество. Понимаешь, как это он так преподал им. А люди ухватились вот за это вот. Ой, у вас там какая-то мешанина. И какой нет мешанины. Я ставлю на первое место. Я сказал, Сергей Радонежский повинен Анафеме. Так и вы его признаете ежедневно, сейчас только молился. Но я должен сказать это, никто это не говорит. Он нарушил правила. И с него пример теперь берут. Я нашел Серафим, Щищагов говорит об этом. Он теперь плащет там день и ночь. Что он сделал? Какой дал пример? А как же вы признаете святым? Церковь установила и я признал. Я, может быть, одному не молюсь. Иосифу Володскому только. Это был Сталин в православии. Сталин вместе с Берией в одном лице. Выдумано. Его даже близко нельзя было подпускать к алтарю. А его канонизировали. Это единственный, с которым я никогда не соглашусь. Никогда. Нила Сорского знать не знает. А Иосифа везде прославляют. У него только... Он гундел и гундел. Сидел князю. Казнить еретиков надо казнить. А то отнимет бог старства. Он говорит, ну мы же в Новом Завете. Ну что, что в Новом Завете, еретики. И, наконец, переломил обстановку. Он около 15 лет гундел ему. И, наконец, начались казни в России, как у католиков. Это Иосиф Володский разжег все. Из-за него, может быть, Россия и пала. А его прославляют сегодня. Я должен сказать это. Потому что у него не было ни одного шага евангельского. Вот сейчас я сказал о Марии Египетской где-то. А вы ее признаете? Да, я каждый день ей молюсь. Вас не поймешь. Что понимать? Я православный. Но у нее не было ни одного дня евангельского. А ее каждый год считают на Андрея Критского канона. Почему не считают Марии Магдалины? Ей равных не было в мировой истории. Она апостол для апостолов. И я это все сказал перед началом чтения канона. И вдруг на меня еще один выходит. Еще один. И говорит, а я это знал. Я это писал. Степаненко это мне прислал. И говорит, а я об этом говорил. Вот теперь сошлось у нас. Он везде поддерживает. Почему? Да потому что совесть подсказывает. Там не было евангельского ничего. А как же признаете церковь? Что такое? Нигде такое. Я их перечисляю сотни. Почему? Я их люблю. Вот он первый раз увидел, Сергей. Все. И мне понимать не надо ничего. Есть евангелие. За меня обдумано. А как вы сами думаете? Я отвечаю. Я не думаю. Мне думать запрещено. Потому что мой ум слабый. Я увлекусь. Да как же так? Да так, что святые отцы истолковали. Ты сначала заучи 12 томов Иоанна Златоуста. Каждый том почти 900 страниц. Я говорю, вот тогда будешь знать. Вот тогда будешь знать. Прочитаю Григория Низка, Ефрема Сирина, Кирилла Иерусалимского, Блаженного Августина. А я в домашних условиях это насчитываю, насчитываю. И насчитал это все. Мне это надо. А почему? Я понял. Беда в народе. Люди не знают ни жития, ни Евангелия. Почему в прошлые годы в советской власти никто не занимался? На весь Советский Союз один я. Один? Меня за это били. А почему? Внутренний мой дух говорил. Печатать нельзя, книг нельзя. А магнитофоны продают. Но сказал, нигде взятку не давать за пленки. Я их пропустил. Пленки сотни тысяч, может быть. От края до края наполнил. Ну, попутный архипелаг ГУЛАГ насчитал. 20 век. По Патриарха. Про Николая. По его смерти. Знать не знали. А все это из литературы из Запада, которая была. Белогвардейская. Тебе это надо было? Мне это надо было? Я за это, говорит, помотал маленько. Там баланду похлебал. Вот и все.